Добрый вечер, я Динара Еубаева со своим проектом «Что это было?» о трагических событиях января и уже не только об этом. И одна из тем, за которой я слежу и пытаюсь ее освещать и не оставляю без внимания, это пытки. Несколько дней назад нашу страну облетели страшные фотографии. На них мы увидели тело человека жестоко избитого, практически все оно фиолетового цвета от побоев. Но самое ужасное, что мы увидели, это ожоги до мяса. Его прижигали горячим утюгом. В это трудно поверить, но это происходит в нашей стране, в той стране, в которой мы с вами живем. Имя этого человека вы все прекрасно знаете. Это Азамат Батарбаев. Его обвиняют в сносе памятника Назарбаеву в Талдыкургане. И сегодня мой собеседник, его адвокат Болжан Азанов. Сейчас я приглашу его в эфир. Болжан, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились со мной поговорить. Я прекрасно понимаю, что вы в интересах следствия и в своих интересах, как адвокат, не все можете нам рассказать. Но тем не менее, вот все, что можете, давайте об этом поговорим. Да, конечно. Болжан, вы когда последний раз видели Азамата? Азамата я видел, получается, позавчера. Позавчера я его видел. Последний раз мы с ним разговаривали очень долго. Последний раз. До поздна. Практически до поздней ночи. В каком он состоянии? Состояние здоровья Азамата, оно такое, ну как сказать, удовлетворительное. Удовлетворительное. Терпимое. Терпимое. Он как бы, он сам по себе такой человек, как сказать, сдержанный, спокойный, очень уравновешенный. То есть он себя, в отличие от многих других людей, он себя ведет очень спокойно, несмотря на то, что с ним произошло и то, что с ним сделали. Абсолютно такой уравновешенный характер. А вот насчет... Очень сложно. Да. Да, да, говорите. Очень сложно понять, что значит состояние терпимое, вот в тех условиях, в которых находится Азамат. Он получает медицинскую помощь? Ну, вчера после обеда, как мне сказали сотрудники специальной части следственного изолятора города Талдыкургана, его вывезли в больницу городскую, Талдыкурганскую больницу, его туда увезли вчера после обеда, и сейчас он находится там. Со слов, кстати, того же самого спецпрокурора, который производит предварительные средства досудебно рассеянными по делу, вот где подозреваемым проходит Азамат. Соответственно, это уголовное дело сейчас ведется специальной прокуратурой, управлением спецпрокуроров прокуратуры Алматинской области. И они мне сказали, что его увезли туда, и он находится в больнице, где будут получать лечение. Несмотря на то, что он уже до этого где-то примерно с 20 января, я вруду, с 11 января по 20 января он находился в областной больнице, где проходил, получал лечение медицинское, и только после того, как он вернулся из больницы, после лечения, откуда он был выписан, вернулся домой, и через два дня он был снова приглашен, где был задержан, а потом уже специализированным межрайонным следственным судом города Талдыкургана был арестован. Это где-то 23 или 24 января это произошло. В тот момент я не участвовал в деле в качестве адвоката, у него был другой адвокат на тот момент. Вот сейчас он почему-то, почему-то непонятно по какой причине, снова был помещен в больницу. Может быть после этой шумихи в средствах массовой информации, возможно, из социальных сетей, возможно, его увезли в больницу, где он сейчас там находится. Но вот последние дни, когда я его видел, я у него спрашивал, как он себя чувствует, как самочувствие, есть ли жалобы у него на состояние здоровья, на что-нибудь он жалуется, он сказал, нет, ничего страшного, это можно как бы и потерпеть, всего слов. А так, конечно, ему необходима медицинская помощь, естественно. В любом случае он должен получить полную реабилитацию, как вот от тех самых телесных повреждений. Ну и, конечно, я думаю, ему необходимо получать и психологическую помощь, в том числе, поскольку я уверен, в любом случае, он все-таки такой парень, несмотря на то, что у него спокойный, уравновешенный характер, ему необходима, не знаю, большая, глубокая психологическая реабилитация. Поскольку мы все знаем, вот особенно это знают, прекрасно знают адвокаты, по такого рода жертвы пыток всегда впоследствии, не обязательно этот результат или, скажем так, вот отголоски пыток, в любом случае они дают о себе знать. Он такой, отложенный во времени, он в любом случае, вот этот самый результат, психологический или психический, он в любом случае даст о себе знать. В том числе знаменитый такой диагноз, который все психологи, психиатры знают, так называемый ПТСР. ПТСР, то есть посттравматическое расстройство, которым страдают жертвы пыток очень часто. Я уверен, что после того, что сделали с Азаматом, он в любом случае Азамату потребует и сейчас уже необходима психологическая помощь. Не только ему, в первую очередь его семьи, супруги, детям, родным, близким, в любом случае, потому что даже вот он мне постоянно спрашивает про своего сына, а его жена мне постоянно говорит о маленьком сыне, которому 4 года, на глазах у которого забирали его сотрудники и забирали в какой-то самой, я не знаю, там, жуткой форме вообще. Там слов нету, и этот мальчик постоянно все время по ночам просыпается, у него какие-то там, я не знаю, сны, кошмары видит. 4 года мальчику, да, и вот он постоянно об этом говорит, жена постоянно об этом ребенке говорит. Поэтому я думаю, что тут об этом даже вообще самое смешное, или самое ужасное точнее, да, что ни в средствах массовой информации, ни в социальных сетях, да, практически никто не говорит о том, что жертвам пыток еще и необходимо, помимо медицинского лечения, так называемых, ну, телесных повреждений, это физических повреждений, еще и психологические же отговорки, они же все, в любом случае, это же люди, и они в любом случае все страдают какими-то, психологическая помощь нужна любому человеку, реабилитация психологическая, помимо физического лечения, да, но об этом никто почему-то не говорил. В том числе и, кстати, депутаты парламента, которые сегодня приехали в Талдыкурдан и встречались с родственниками, близкими, задержанных, находящихся в следственных изоляторах, в изоляторах временности, где-то еще. Мне кажется, знаете, Бауржан, нам всем нужна очень серьезная психологическая помощь, после того, что произошло в начале января, и то, что происходит, это вообще для осознания, конечно, очень такой сложный процесс. Бауржан, расскажите об Азамате. Вот кто он, откуда, чем он занимается? Ну, Азамат такой, как сказать, оказалось, как оказалось, я же не знал, я же его сам лично не знал, я его в первый раз увидел в среду, в первый раз я его увидел в среду, оказалось, у него очень много друзей, вот такое бывает же, бывают же такие люди, у которых всегда почему-то много друзей, и эти все друзья его ищут постоянно, да, они все вот, я когда прилетел, все меня встречали, чтобы узнать, что с ним, как он, все предлагали наперебой свою помощь какую-то, какую бы они могли бы оказать Азамату в данный конкретный момент, да, то есть человек такой, сам по себе, ну, по нему не скажешь, что он какой-то рубаха парень, просто, видимо, у него свойства характера, то есть сам по себе такой человек, что располагает в себе любого человека, несмотря на то, что вот он, как бы, выглядит, возможно, очень так, серьезно, да, солидно, потому что он занимался спортом серьезно, является борцом, да, вот он вольной борьбой, в частности, да, соответственно, и, как бы, очень физически, очень крепкий человек, физически, как оказалось, он еще и не только физически крепкий, но и психологически тоже, потому что не все могут выдержать подобные пытки, и поэтому я просто от него, просто я в восхищении от этого человека, нет, а то, что у него, помимо того, что вот у него друзья есть, множество друзей, если вы видели, в социальных сетях появились еще и всевозможные видеообращения жителей села Капал, откуда он родом, где он живет, жить, и практически все село поддерживает Азамата полностью, да, все село, они сделали многочисленные видеообращения на имя, там, руководства страны, президента, там, руководства правоохранительных органов, то есть все его поддерживают, все, кто его знает, все его поддерживают, нет, я не слышал о нем ни одного плохого слова, вообще ни одного, я встречался с кучей людей, которые из поселка Капал, из поселка Казалагаш, знаменитого Казалагаша, если вы слышали про Казалагашскую трагедию, да все знают, которая была в 2009 году, да, вот, и все, и вот этот поселок Казалагаш находится практически рядом с поселком Капал, насколько я знаю, и все, множество людей знают Азамата, именно вот самое, действительно, у него действительно символическое имя такое. Да, и у него вообще просто прекрасное, в этой ситуации оно просто звучит совершенно по-особенному. Абсолютно верно, и имя, и фамилия у него, и отец у него, и имя, и отчество его, соответственно, и вот он как бы оказался, я не знаю, ну, я не знаю, вот просто у меня нет слов об этом человеку, он очень сильный человек, физически, психически, но и он об этом все скрывает, а все, что он, чем он, что у него там происходит, в душе, он ничего не показывает, ничего не говорит. Я у него спрашиваю, он говорит, ничего страшного, ладно, ничего страшного как бы, и наоборот, он меня успокаивает, не я его успокаиваю, он меня успокаивает каждый раз. Поэтому слов нету, абсолютно, ну, имя, фамилия соответствуют этому человеку. А чем он занимается, кто он по профессии? Ну, по профессии как, он уже много лет занимается сельским хозяйством, у него отец, у отца имеется там соответствующие, вот, как они говорят, называют это, крестьянское фермерское хозяйство какое-то, да, небольшое, вот он там работает, поскольку село Копал вообще находится практически в предгорьях, прямо у подножия горы практически, да, у подножия, и вот они прямо у подножия горы занимаются скотоводством, животноводством, соответственно, множество лет уже, он много лет уже, лет 12, что ли, если не больше, он уже там находится, живет, и со своей семьей практически никуда не выезжает, практически никуда не выезжает, он постоянно там находится, И вот он оказался на этих самых событиях в январе 22-го года в Талдыкургане, оказался только для того, чтобы пойти, оказывается, просто поддержать своих друзей, которых задержали, увезли, задержали и увезли куда-то там, в спецпериемники или не знаю куда. И он из-за этого возмутился, но он, как я уже сказал, он уже такой человек, у которого много друзей, а он именно все бросил, оказывается, и поехал из своего хапала, из своей деревни, прямо поехал поддержать, где его друзья, пошел их искать. И, соответственно, попал, таким образом попал, скажем так, в поле зрения, возможно, таким образом. Попал там на кадры какие-то, видеокадры, кинокадры, каким-то образом он попал, и вот он сейчас находится, к сожалению, в условиях изоляции. Кто сделал фотографии вот эти жуткие? Ну, насколько я знаю, фотографии были сделаны в больнице, если я не ошибаюсь, они были сделаны в больнице, где он лежал практически 10 дней, получал лечение, самостоятельно лечился. Хорошо, нам действительно повезло, что он лечился, поскольку он не мог не лечиться после таких телесных повреждений, просто физически не мог не лечиться. Повезло еще и с врачом, который зафиксировал эти телесные повреждения, да, описал их, описал размеры, там, не знаю, где они находятся, где расположены, каким образом они могли, ну, о чем они, от чего они произошли, он, конечно, не описывает, но он их просто размер описывает. Как они выглядят, он все это описал, этот врач, за что ему большая благодарность, потому что зачастую бывает такое, что врачи могут и не описать в этих самых знаменитых амбулаторных медицинских картах пациента, могут и не описать этого. И впоследствии невозможно просто физически доказать, были у этого человека какие-то телесные повреждения или не были. Только потому что врач, который его лечил, непосредственно, да, он мог просто забыть, не обязательно он умышленно это делает, он просто мог забыть и не описать эти самые телесные повреждения. Хорошо, нам повезло с этим врачом, он оказался более-менее таким ответственным человеком, описал эти телесные повреждения. Сейчас у нас есть доказательства того, что да, действительно, в отношении него были применены вот эти недозволенные, запрещенные методы, которые запрещены вообще всем, всеми нормами действующего законодательства. И даже не только нашего национального, но и международного. Буржан, скажите, пожалуйста, Азамата представляют как человека, который сидел за рулем КамАЗа, который зацепили веревкой за это, памятник. И в результате его снесли, вот он его даже провез как-то так. Это было очень все символично. И эти видео разошлись, и, как мне кажется, они у всех вызвали очень такие радостные чувства. Он действительно сидел за рулем этого КамАЗа? Ну, я сейчас в данный конкретный момент не могу комментировать вот это обстоятельство из материалов уголовного дела, поскольку оно относится к материалам уголовного дела. Не потому что я чего-то там боюсь. Я просто на данный момент просто неуполномочен комментировать именно вот этот факт, о котором вы спрашиваете. Я неуполномочен им самим. Азамат меня неуполномочил это обсуждать с кем-либо. Соответственно, я не могу на этот вопрос ответить. То, что он является жертвой пыток, это никто, наверное, не оспаривает. — Скажите, Бауржан, я так понимаю, Азамат, несмотря на то, что у них есть какое-то фермерское хозяйство, эту семью нельзя, наверное, назвать богатой, очень обеспеченной. — Нет, 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 конечно, этого нельзя назвать. Это совсем не так. — Он такой среднестатистический представитель жителей этого села, правильно я понимаю? — Да, он ничем особенно не отличается от других жителей села Копал. Кроме своих личных качеств, конечно. Его личные качества нельзя отнять. Соответственно, да? И в остальном он такой же, как и все остальные люди. Я вот не люблю употреблять слово «простые люди». Когда у нас принято вот это слово «простые люди», словосочетание «простые люди», я не думаю, что кто-то проще, чем кто-то другой, да, или кто-то проще, кто-то сложнее кого-то и так далее. Это уже совсем другой вопрос. Поэтому все одинаковые, я считаю, ну, в смысле, все равны, точнее, все равны перед законом. И вообще перед всеми. Соответственно, он такой же, как и все, ничем никого не хуже. Ну, данное, если говорить о его материальном положении, ну, ничем не отличается. От других. Его родители живы? Да, да, у него родители живы. Они живут вот в Север-Копалке, только они отдельно живут. Он со своей семьей, у него пятеро детей. Пятеро детей со своей супругой проживает отдельно. А родители тоже рядом, недалеко проживают от него. Я даже не представляю, что они чувствовали, когда увидели эти фотографии. Ну, конечно, они просто, и вся его родня, они просто даже, я же говорю, им необходима психологическая помощь. Вот об этом надо стоять. Не только им, конечно. Всем жертвам пыток всегда нужна психологическая реабилитация. Причем эта реабилитация должна быть, конечно же, профессиональная. Я боюсь, даже она будет дорогостоящая, возможно, да. Но необходимо ее, конечно же, оказывать всем жертвам пыток. И не только самим жертвам пыток, но и их родным, близким, в любом случае. Об этом почему-то никто не говорит и не пишет. Баужан, знаете, у меня складывается такое впечатление, что пытки, которые вот сейчас применяются и о которых мы узнаем, степень жестокости, с которой это делают полицейские, у меня создается такое впечатление, что для сотрудников СИЗО и ИВС это какая-то такая обычная практика. Ну, то есть, знаете, я просто пытаюсь представить человека, который вдруг по какой-то причине решил взять утюг и прижечь другого человека. Мне кажется, ну, то есть я вообще не могу понять, как это может до этого додуматься. И поэтому у меня складывается впечатление, что это такой вот... У них прямо стоит специальный утюг. У них есть какие-то специальные инструменты для пыток. Потому что то, как людей бьют, как их ломают, как на них давят, такое ощущение, что все эти люди прошли как будто бы какую-то специальную подготовку или у них была какая-то такая практика специальная вот по этим делам. Ужасно. Ну, я бы хотел уточнить. Дело в том, что вы сказали СИЗО или ИВС. Дело в том, что даже вот здесь, в этой истории конкретной с Азаматом, подозреваемыми он обвиняет в пытках не сотрудников СИЗО и не сотрудников изоляторов временного содержания в данной конкретности. Хотя мы просто пока еще, мы бы воздержались конкретно указывать в качестве подозреваемых или обвиняемых сотрудников СИЗО или ИВС. Хорошо. Ну, где вот люди, которые их били? Да. Ну, это, насколько я знаю, со слов Азамата, это сотрудники полиции, как он сказал, да, соответственно. Но сотрудникам полиции в данном случае система КУИС, то есть Комитет Уголовной Исполнительной Системы, да, она относится к системе Министерства внутреннего дела, да, вот к этой структуре, структура КУИС, но они в то же время не являются в полной мере сотрудниками полиции, поскольку КУИС, система КУИС, ранее она относилась к Министерствам юстиции. И в основной своей, конечно, там и много других фактов, но в данной конкретной ситуации к Азамату, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, они никакого отношения не имеют. Да, но вот ответьте мне, пожалуйста, пытки, я не знаю, где угодно, в полиции, в ВВС, в СИЗО, в тюрьмах, это рутина? Да, без разницы, хоть на улице могут пытать, какая разница, где пытать. Главное, кто пытает, естественно. То есть, получается, для нас это обычное явление, мы просто об этом раньше не знали, а теперь вот в связи со всеми этими событиями мы узнаем. Я это хочу выяснить, то есть это обычная практика? Ну вот смотрите, опять же, говорить о том, что это обычная практика или необычная практика, я бы хотел вам напомнить одну историю. Правда, она не из Казахстана, а это история из города Саратова, если я не ошибаюсь, Российской Федерации. Там произошла или в Саратове, или в Самаре произошла дикая история с этими пытками, которые производились на протяжении... Со швабрами? Со швабрами, не со швабрами, со всеми вообще, скажем так, инструментарием для пыток, которые использовали сотрудниками той самой колонии, системы ФСИН, Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации, соответственно, да, где какой-то был осужденный, соответственно, этот осужденный, все эти видеозаписи, каким-то образом, каким-то чудом он их сохранил и потом вывез за границу, и сейчас... Да, это известная история, вот ГУЛАГу нет, они это освещают. Освещают. Да, 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 и есть общественное объединение «Нет пыткам» или «Пыткам нет» из Нижнего Новгорода, которые многократно об этом писали, они уже... Организация «Нет пыткам» из Нижнего Новгорода, или Международная гора, которая тоже есть, насколько я знаю, а, она из Казани, они уже существуют, уже, ну, я точно не скажу, но десятки, десять лет минимум, и они постоянно об этих пытках пишут, постоянно об этом говорят. Я сам являюсь членом Коалиции Казахстана против пыток, постоянно мы слышим об этих пытках со всех концов страны, да, эти сообщения приходят, соответственно, как-то говорить, что их нет, этих пыток, да, ну, как минимум, будет неприлично, если я сейчас так скажу, да. Если у нас нет пыток, и они были только сейчас, если я так скажу, то это будет просто неприлично. Конечно, что... Я бы хотел бы вот здесь одну историю рассказать. Мы несколько лет назад были в Австрии и разговаривали с австрийскими судьями. Я им задавал вопрос, почему... Я даже... Нет, я начал по-другому. Я сперва задал вопрос. У вас есть пытки? Хотя я знаю, что у них нет пыток в Австрии, да? Я не буду про всю Европу говорить, конкретно про Австрию. У вас нет... У вас есть пытки? Они, конечно, вообще на меня с недоумением посмотрели. В смысле, какие пытки у нас? Вы смеете, что ли? У нас нет пыток, конечно же. Я у них спросил. У судьи. Он же такой же юрист же, как и мы все. Соответственно, почему у вас нет пыток? Он сказал, объяснил, точнее, как можно короче, очень коротко объяснил. Он мне объяснил, что когда идет предварительное следствие до судебного расследования по любому преступлению, да, сотрудники полиции, кто у них там расследует, я не буду уточнять, я не знаю даже, как эта организация называется, да, когда они расследуют, то судье, который потом впоследствии рассматривает это дело в своем производстве, этому судье вообще не интересно, что он говорил во время предварительного следствия. То есть, когда его следователи допрашивали, следователи, дознаватели, кто угодно, его кто-то допрашивает, суде, австрийскому суде, как он нам объяснил, он сказал, а мне вообще не интересно, что он там говорил. Мне интересно, что он мне здесь скажет, прямо у меня здесь, находясь в моем зале судебного расследования, сказал судья. Я ему говорю, а вдруг он будет врать? А он мне объяснил, судья. Он говорит, ну я же это уверен, если он врет, не врет и так далее, я же тоже, я хочу сам расследовать, потому что действительно не зря существует такое понятие или такая, как это назвать, такая процедура точнее, да, которая называется судебное следствие, да. Многие забывают об этом, потому что у нас есть досудебное расследование, предварительное следствие, когда предварительное следствие производит вот эти самые правоохранительные органы. У нас это органы внутренних дел, антикоррупционная служба, комитет национальной безопасности, предварительное следствие, департамент экономических расследований, вот они проводят следствие, да. Но они не принимают окончательное решение по делу о признании вины или непризнании вины человека, да, виновными, а признание его виновным или признание его невиновным. Это исключительная компетенция суда, да, у нас по Конституции, согласно Конституции, исключительный орган, который принимает решение о виновности или причастности к совершению преступления, этим органом является суд. И у суда есть самая главная, огромная возможность всегда самостоятельно, непосредственно расследовать это дело. Он тоже расследует, по-своему, правда, у себя в зале судебного заседания. У него есть возможность, кстати, выезжать. У нас есть возможность для судей любого суда производить выездные судебные заседания, если ему это необходимо. Соответственно, а у нас какая практика? Возвращаясь к этому же австрийскому суде, он мне объяснил, мне все равно, он не расскажет, я проверю. Я сам проверю, как это происходило, что он там говорил, вообще не имеет значения. А у нас, в нашей судебной практике, конкретно в казахстанской, я знаю, не только в нашей, но и в практике постсоветских государств, многих, Российская Федерация, Беларусь и других государств бывшего Советского Союза, у нас есть такая практика судебная, немножко такая, с которой мы, адвокаты, я думаю, что мои коллеги с этим согласятся, мои уважаемые коллеги. У нас такая практика. Человек дал показания, вот его задержали, первый же день его допросили, признали его подозреваемым, и вот эти первоначальные его показания ложатся в основу обвинения. Всегда. То есть это практика, которая уже сложилась там десятилетиями. То есть вот человек задержали, его схватили, допросили его, все. И потом начинается, что он там наговорил, при каких обстоятельствах он наговорил, мы не знаем. Это очень трудно установить. И когда в зале судебного свидания его начинает судья уже допрашивать, наш судья, да, тот же самый, казахстанский судья в зале судебного свидания начинает допрашивать, задавать вопросы. И каждый раз наши судьи, вот меня всегда это удивляет, судья говорят, вот судья, ну наши, скажем, подзащитные, вот обвиняемые, подсудимые, да, они начинают говорить совсем по-другому. Они говорят, что он этого не делал, да, в зале судебного свидания, он говорит, что он этого не делал. А судья говорит, вот подождите, подождите, вот смотрите, вот смотрите, подождите, подождите. А вот тут написано, что вы это делали. Вот вы же признали свою вину? Вы же вот написано, что вы признаёте вину. Тут написано, что вы вину признаёте. В полном объёме написано. А это ваша подпись? И начинается вот эта история с тем, что это его подпись, потом они услышали, да, оказывается, это его подпись. Но опять же, я вот как бы не думаю, что это является как-то справедливым, что ли. Это не слишком справедливо. А я прямо уверена, что это не является справедливым. Я не юрист, не адвокат, но вот слушая вас и сравнивая, допустим, Австрию и Казахстан, то эта разница, конечно, очевидная и абсолютно налицо вот эта несправедливость. Баужан, давайте вернемся все-таки к Казамату. Скажите, пожалуйста, вам не мешают работать? Ну, в данный конкретный момент сегодня, вчера, вот у нас были непонятные, скажем так, действия так называемой комиссии какой-то. Я не знаю, что это за комиссия. Эта комиссия посетила нашего подзащитного, моего подзащитного Батрубаева Замата, и они его опросили. Вот у меня тут, конечно, возник вопрос в связи с этим, на каком основании они его опрашивали без его адвоката, соответственно. Почему не поставили в известность адвоката, с которым я являюсь? Они прекрасно знают же мои номера. Даже можно, если не знают номера моих телефонов, можно было спросить. Но они его опросили, а потом, более того, после того, как они его опросили, они полностью все, о чем он им говорил, я не знаю, это его слова, а не его слова. Но они говорят, что это его слова. Соответственно, да, они это выложили в социальные сети. В некоторых средствах массовой информации выложили эту информацию о его словах, соответственно. И поскольку я являюсь все-таки адвокатом, я бы хотел, чтобы зрители понимали, что в любом случае, когда ты участвуешь в качестве адвоката, защитника, защищаешь какого-то человека от предъявленного ему обвинения, от предъявленного подозрения какого-то. А в данном конкретном случае Батербаев Азамат является не только подозреваемым в совершении преступления, он еще и является жертвой, потерпевшим по другому уголовному делу. Здесь у нас два уголовных дела, одно из них по пыткам, а второе это уже конкретно по предъявленному ему обвинению. В том деле, в уголовном, отдельном, другом уголовном деле, в котором он является потерпевшим, соответственно, в этом уголовном деле есть разные обстоятельства, которые не нужно было бы выкладывать в социальные сети, поскольку в данный конкретный момент производится предварительное следствие, досудебное расследование, их не нужно выкладывать, нет необходимости. Я прекрасно знаю, что там есть, чего там нет, что там происходило, со слов нашего Азамата, прекрасно знаю, но я об этом не могу писать, не потому что я чего-то боюсь или он чего-то боится, я боюсь навредить самому Азамату, точнее, даже уголовному делу, в котором он проходит в качестве потерпевшего, где он является жертвой. Но те люди, которые выкладывают всю эту информацию, не согласовывая ее ни с кем, ни со мной, его адвокатом, ни с ним, я не думаю, что у них есть письменное разрешение от нашего Азамата, в котором он дает, да-да-да, я прошу вас разгласить все данные досудебного расследования, да? Я вот сильно в этом сомневаюсь, но тем не менее это все происходит. Зачем это делается? Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы те люди, которые как-то вот вмешиваются в нашу работу, в данном случае конкретно в мою работу, ну хотя бы иногда бы думали о том, что помимо их каких-то там, я не знаю, возможно, имеющихся или не имеющихся интересов, есть еще и судьба Азамата, есть его жизнь, его интересы. Не хотелось бы, чтобы эти люди не забывали об этом, прикрываясь, возможно, прикрываясь словами о защите его интересов. И защита интересов человека — это такая вещь очень хрупкая, очень такая тонкая, щекотливая, щепетильная, в которую надо думать о том, что ты делаешь каждый раз, потому что от твоих шагов, правильных или неправильных, соответственно, дальнейшая судьба вообще уголовных дел, в данном случае двух уголовных дел, и вообще судьба Азамата, человека зависит. Надо об этом помнить же всегда. Я правильно понимаю, Бауржан, что речь идет об одной из комиссий, о создании которых вот недавно объявили, назвав их независимыми комиссиями, которые будут вести расследование. Я даже не знаю, как эти комиссии называются, но я знаю, что их там несколько, может быть, уже этих комиссий. Но в любом случае, я понимаю, что люди, возможно, даже руководствуются, возможно, руководствуются какими-то благими намерениями, намерениями, да? Они хотят, действительно, возможно, хотят помочь людям. Даже не хочу в этом, даже не хотелось бы в этом сомневаться, что они хотят помочь людям. Но в любом случае, если они хотят помочь потерпевшим, жертвам пыток, вообще людям хотят помочь, да? Ну, я не знаю, как-то вот, хотелось бы чуть-чуть как бы какой-то деликатности, что ли, тактичности от них. Я вот прошу только этого. Я даже не говорю, что вы такие нехорошие и т.д. и т.п. Но я бы хотел просто, я прошу их только об одном – деликатности и тактичности. Потому что те наши действия, от наших действий, нам-то что? Мы пришли и ушли, да, вот там, поучаствовали в следствиях, я вот как адвокат. Пришел, поучаствовал в следствиях и уехал там по своим делам, да? От наших действий или от нашего бездействия в дальнейшем, соответственно, твой же подзащитный, твой же человек, который тебе доверился, который тебе доверяет, твой доверитель, он может пострадать от этого. Ты же не знаешь, какие будут последствия твоих шагов, действий, слов и так далее. Об этом надо всегда помнить любому адвокату, любому правозащитнику или лицу, который себя таковым считает или презентует, себя представляет даже. Паужан, скажите, пожалуйста, есть ли шанс в ближайшее время вытащить Азамата? Ну, опять же, слово «вытащить» – конечно же, хорошее слово. Окей, я, может быть, не очень правильно, литературно высказалась. Не литературно, это литературное слово «вытащить», конечно. Я имею в виду, что изменить меру пресечения в отношении Азамата, избрать другую меру пресечения, в данном случае я бы предложил бы органу, ведущему уголовный процесс, который ведет предварительное следствие в отношении Азамата, соответственно, изменить, избрать другую меру пресечения, которая называется хотя бы подписка о невыезде и надлежащем поведении. Батербаев Азамат вообще не ранее никогда не привлекался вообще ни к какому виду ответственности. Он не судимый, он не какой-то там бандит, не знаю, там. Вообще даже, насколько я знаю, он даже к административной ответственности, ну, всего слов, конечно же, если я не ошибаюсь, то он даже к какому-то такому виду, к административной ответственности даже не привлекался. Соответственно, почему нельзя его освободить, чтобы он на время хотя бы предварительного следствия находился дома со своей семьей, тем более у него, вся его семья стревожена, напугана, да? Они пребывают в тяжелейшей депрессии, в тяжелейшей, все его близкие, родные, жена, дети, малолетние, которым причинены травмы просто. Они же маленькие совсем, а им причиняют такую страшную травму. Они видели, как их отца там задерживали в такой жуткой форме, страшной, да, скручивали, увозили там. Для любого ребенка очень страшно видеть, когда его родителя, папу, маму, да, кто-то с ними обращается в такой форме страшной, да? Это для него травма на всю жизнь, и поэтому я не знаю, почему вот эти самые люди, должностные лица, которые все это проделывают, почему они делают это в такой форме, почему нельзя просто, я не знаю, просто прийти и в той же нормальной к человеку обратиться, его пригласить, вызвать там на худой конец, на той же самой повестке. Почему нельзя этого сделать? Я всегда этому удивляюсь. Почему такое отношение? И в этой, вот за все эти последние недели, которые с января, да, начиная с начала января, это просто ужас со всех сторон, столько сообщений, столько вот этих, как сказать, заявлений и публично-побучных видеообращений, это просто со всех сторон, эти люди всем нужна помощь, всем этим людям нужна помощь, и физическое там вот это самое лечение, и психологическая поддержка, и материальная помощь, потому что все стоит денег, все, ничего бесплатного у нас не делается, никто ничего не делает бесплатно вообще, соответственно, ну надо же об этом думать. Кто об этом будет думать? Вот сегодня нам сказали, эти депутаты приехали в Толкурган, да? Да, вот, кстати, я хотела уточнить, что они приехали, чего хотели, какую помощь от них можно ожидать, и можно ли вообще ожидать? Я вот являюсь адвокатом, я не могу понять, что эти люди, депутаты в данном случае, да, какую помощь они сами предложили. Там они написали в Фейсбуке, кстати, написали кто-то из, то ли депутатов, то ли из работников Можилица, парламента, да, они написали, что вот выехали, то ли два депутата, то ли больше, ну, как минимум два депутата приехали в Толкурган, встретились с родственниками, близкими, задержанных. Они с ними встретились, с ними поговорили, и якобы, что-то они, как они сказали? Ну, что-то они там, что-то отработали. А, вот, я вспомнил это слово. Женщина какая-то, вот она написала в Фейсбуке, сотрудник, то ли сотрудник, то ли депутат парламента, она написала, отработали все эти заявления. Что они там отработали, с кем они что отработали, Я это вот так и не понял. Я ей задал вопрос специально. Что вы отработали? Что за отработка? О чем вы говорите вообще? И потом я задал следующее. Она там расписала. Вот мы встретились с сотрудниками СИЗО. СИЗО сказали, мы посмотрели, зашли. Не она, а кто-то, видимо, те другие два депутата или кто-то из них. Я не понял конкретно, кто заходил в СИЗО. Встретились с задержанными, которые находятся, задерживаются в СИЗО. Сказали, что у них видимых телесных повреждений нет. Я не знаю. Опять же, следующий вопрос возникает. Если у них видимых телесных повреждений нет, окей. Вы им предложили раздеться? Раздеться. Хотя бы верхнюю одежду снять, показать. Есть у них телесные повреждения? На туловище хотя бы. Я не говорю, да гола, разденьтесь. Просто хотя бы. Ты посмотри, спроси, задай вопрос. Окей. Я не знаю, делали они это или не делали. Опять же, остается без ответа этот вопрос. Потом я задал вопрос в том же Фейсбуке вот этой женщине. Я сказал, а как можно напрямую связаться с этими депутатами? Напрямую. Я же имею виду напрямую, и она мне пишет ответ. Она говорит, а вы можете зайти на сайт парламента? Там есть у них какая-то там, не знаю, что там, то ли форма, то ли какие-то контакты и так далее. То есть она мне вот просто, я извиняюсь, это слово у нас как бы у адвокатов принято, так говорят, просто отписка такая, отписочка. Я ее получил, такую формальную, жутко-жутко-жутко-формальная отписка, которую слушать и видеть просто неприятно. И это говорит то ли депутат, то ли это сотрудник парламента. Если у нас, я не знаю, о чем они думают? Они же видят этих людей, близкие, матери, жены, братья, сестры, отцы стоят, плачут, да, возмущенные. Я не понимаю этих людей вообще. Как они вообще, просто нет слов, просто нет слов. Почему такое происходит? Я подозреваю, что они думают в первую очередь о собственном кресле, потому что все это похоже на какую-то отработку, на то, чтобы поставить галочку перед избирателями, перед избирателями, да, уверена, что в кавычках, да, отчитаться, что вот да, мы приходили, видите, вот мы делаем какую-то работу, и поскольку невозможно сейчас об этом молчать, и, естественно, они должны на это реагировать, но опять-таки, вот у меня ощущение, что меньше всего, о чем они думают, это о человеческих жизнях, которые могут быть поломаны, а может быть уже поломаны. И их там ни 10, ни 20, и даже не сотня, и даже не одна тысяча. Вот это, конечно. Конечно. Знаете, Бауржан, я о чем хотела бы еще с вами поговорить? Я пытаюсь в своих эфирах рассказывать об этой ужасной трагедии и конкретно о пытках. Я обращалась несколько раз к людям, у которых родные задержаны, они не знают, в каком они состоянии, они не могут с ними встретиться, и мне присылают ссылки на них, люди пишут об этом в социальных сетях, и это для них, знаете, как последний шанс, потому что они не знают, что им делать. Я звоню этим людям и предлагаю выступить у меня в эфире. Они боятся. И я не могу их осуждать, потому что я представляю, какое колоссальное давление на них оказывается. И, как правило, это люди очень, извините, вы не любите этого слова, но простые, но вы понимаете, в каком смысле я имею в виду. То есть мы все, как выяснилось, не очень хорошо знакомы со своими правами. Мы все знаем свои обязанности перед этим государством, но мы не знаем своих прав. А эти люди, которые живут в селах, у них просто элементарно, ну вот так сложилась их жизнь, у них нет доступа к этой информации, их никто этому не обучал, не объяснял. И вот они сейчас живут в страхе. И они вместо того, чтобы кричать об этом, обо всем, привлекать к этому внимание, потому что я считаю, что гласность это один из немногих на сегодняшний день, но самых эффективных инструментов для того, чтобы дать огласку и вытащить, выцарапать своего родного человека из этих жутких лап, из этого ада, а люди боятся. Вот, Буржан, вы как адвокат, объясните, пожалуйста, вот дайте нам инструктаж, что делать? Ну, давайте вот начнем с того даже, что наш знаменитый уже Батрубаев Азамат, он написал заявление о пытках всего три дня назад. Вот сейчас, сегодня, трое суток с момента написания им заявления прошло, потому что он написал заявление у меня на глазах. Это было три дня назад всего лишь. А почему? И он все это время, ну, потому что он не хотел, я у него спрашивал, я так и не мог понять. Он же, видите, человек, вот взрослый мужчина, да, Батрубаев Азамат, это взрослый мужчина, очень смелый, очень сильный, физический, психический, крепкий, да. И этот мужчина столько времени, с момента пыток уже прошло, уже столько времени, очень много времени прошло, и он все это время терпел и не писал заявление. Он не писал. Вот он только сейчас написал. И мы просто удивлялись, почему ты не пишешь, ты же жертва, очевидная жертва пыток, очевидная, просто там, никто уже не может сказать, нет, ты не жертва, да, и так далее. То есть уже все. И вот он даже не писал. А сколько, и он мне сказал, что многие, которые там с ним, он сказал, некоторые, по крайней мере, да, из них не хотят писать заявление. То есть сколько он знает людей, они не хотят писать заявление. И он как бы поэтому, типа, и не хотел писать заявление о том, что он жертва пыток. Я говорю, ну, ты хочешь уже не писать, или хочешь писать, не хочешь писать, у тебя, посмотри на свою спину, это просто ужас. Судебный медицинский эксперт, которая пришла его осматривать, вот при нас, вот я его сперва сам, посмотрел, да, потом приехал эксперт, судебный медицинский, она ужаснулась, женщина просто. Она говорит, я такого вообще не видела никогда, говорит, вот она с огромным стажем, судебный медицинский эксперт, я такое в первый раз, говорит, увидела. Вот такие травмы сзади, ожоги жуткие. И тут не только на, кстати, эти ожоги у него не только на спине, они еще и на ногах. У него на ногах еще. Поскольку ожоги были от парового утюга, а на ногах они почему-то носят точечный характер, то есть вот точки вот так, в форме утюга, на ноге точнее. И вот это был отпар, соответственно, это был ожоги паром, соответственно. И вот он не писал заявление, я даже не представляю, почему он не писал, он так и не ответил, я так и не понял, почему он не пишет заявление. Ну так же, и вот точно так же, возможно, люди и не хотят писать заявление. Потому что, возможно, они не верят уже, они уже не верят, что что-то будет, какой-то результат от этих заявлений о пытках. Но в любом случае, я теперь как адвокат объясню и правозащитник. В первую очередь, конечно же, человек, если является, он сам является жертвой пыток, он имеет полное право, он, его родные, близкие, тем людям, которым он заверяет, они могут написать и должны написать заявление, о пытках, официально, через соответствующие, там, через канцелярию соответствующих правоохранительных органов. В данном случае, это или же органы внутренних дел, или антикоррупционная служба, согласно закону, да, согласно статье 187-го уголовного процессуального кодекса республики, они могут обращаться или туда, или туда с заявлениями о пытках. Это первое. Второе. Я рекомендую, настоятельно рекомендую всем жертвам пыток писать, обращаться с заявлением в коалицию, Казахстана против пыток. Координатором коалиции Казахстана против пыток является Казахстанское международное бюро по соблюдению законностей и правам человека, который находится в городе Алматы, микро-лайн 8, ну, можете посмотреть, который возглавляет уважаемый Жовтис Евгений Александрович. Вот в эту организацию. Да, человек с авторитетом и безупречной репутацией, да. Абсолютно туда можете смело продублировать свое же заявление, которым вы официально обратились, правоохранительным органам, органам внутреннего дел, полицию или антикоррупционную службу. Это же заявление продублировать коалицию Казахстана против пыток. Потом, после этого, конечно же, необходимо добиваться вот этой самой, такой, самая сложная процедура. Требовать, чтобы завели уголовное дело. То есть, в данном случае, у нас с 2014 года уже эта процедура возбуждения уголовного дела сейчас нет, есть только процедура регистрации уголовного дела. Она делается электронно. Существует единый реестр досудебного расследования так называемый ЕРДР Единый реестр досудебного расследования. Там фиксируется заявление, присваивается номер уголовному делу и с этого момента, с момента присвоения номера ЕРДР начинается досудебное расследование так называемое предварительное следствие. Вот присвоили номер, все, понеслась, грубо говоря, предварительное следствие. И вот это предварительное следствие надо каждый день, это очень тяжело, очень трудно, неприятно очень неприятно со всем этим возиться, ходить, да, вот это жертва пыток, он сам жертва пыток, а он еще должен ходить, писать заявление, писать всякие ходатайства, жалобы, обращения всевозможные, во все инстанции, он даже не знает, куда писать даже, да, вот в данный случай я говорю, написали заявление, добейтесь регистрации ЕРДР, вот этого, присвоения номера единого реестра до судебного оседления этого уголовного, требуйте, что присвоили ЕРДР, присвоили, отлично, дальше добиваетесь начала досудебного расследования, то есть следственного действия, то есть вас должны, вот жертвы пыток, допростить в качестве потерпевшего, признать потерпевшим, и вы должны признать потерпевшим, то есть должно вынести постановление о признании его потерпевшим, он должен быть, все, он орган ведущий уголовный процесс, то есть антикоррупционная служба или полиция, да, департамент, они должны сказать, вот, да, он действительно является жертвой, Постановление вынесли. Дальше его допросили в качестве потерпевшего. Он говорит, что произошло, где его пытали, каким образом его пытали, кто пытал и так далее. То есть допросили. Потом, если он опознаёт своих жертв, должны провести процедуру опознания. То есть он должен показать, где пытали, в каком кабинете, где, когда, кто, каким образом и так далее. Опознание. Если он опознаёт своих мучителей, он должен с ними орган, то есть следователь. Орган, ведущий уголовный процесс, должен провести между ними очную ставку. Биттестру по-казахски, биттестру. Как тяжело это. Очная ставка – это такая сложная процедура. Ужасно, да. Это такая сложная. Он будет сидеть в одном кабинете со своим мучителем, если он его вообще опознаёт, да, конечно, если он его опознаёт. Он с ним будет в одном кабинете находиться. Тот, конечно же, ну, обычно, сколько я знаю, а я участвовал во многих очных ставках, люди отрицают, что они его каким-то образом мучили и так далее, да. Соответственно, что дальше происходит? Он ещё должен доказать, что этот чувак его пытал, да. Он его пытал, бил, там, не знаю, мучил разными путями, способами, да. Соответственно, это очная ставка. Опять после этой очной ставки с ним вообще ему помощь нужна психологическая. Никто вообще в законе нигде там не... Я не знаю, как вот его... Никто об этом не думает. Вот этой жертве нужна помощь вообще. Нужна помощь психологическая. Вот. Да я даже не говорю про материальную. Он не материальную должен получить поддержку, я считаю, от государства. Материальную помощь, медицинскую помощь, психологическую помощь. Ну, это вообще он сам по себе ходит, да. А наши люди, они должны... Они не смогут это... Вот я сам знаю, я знаю, как адвокат, я знаю, что он не сможет этого сделать. Просто не сможет. Вот эта жертва... Мы же не знаем, кто это. В основной своей масти это люди, которые далёкие вообще от уголовного процесса в целом. Поэтому они вообще не понимают, что делать. А когда ты ему это... Вот я сейчас могу, конечно, всё это... Я сейчас дальше договорю, объясню. Но это всё реализовать на практике, реализовать, у человека будет... Чрезвычайно тяжело. Скорее всего, он даже не сможет. Поэтому у нас возникает вопрос, с какой... Чьей помощи он должен воспользоваться. Конечно же, все скажут, вот адвокаты есть, пожалуйста. Адвокаты эту работу бесплатно никто делать не будут. Ну, возможно, кто-то и будет. Я, конечно, не могу сказать, что за всех, что никто не будет делать. Может, кто-то и будет делать. Но никто бесплатно ничего не хочет делать. Опять же. Потом, соответственно, у всех жертв есть такие деньги. Платить адвокатам, ходить, простить помощи. Соответственно, да. А в этой ситуации вообще то, что с тем, что случилось в Казахстане в январе, это вообще ужас, трагедия, жуткая трагедия, которые ещё должны дать какую-то оценку, ещё в будущем дадут историческую оценку, там, не знаю, другую оценку. Правовую оценку она ещё будет, впоследствии ещё будет, конечно же. Но в этой ситуации что делать жертве пыток? Вот он будет этого всего добиваться. А как он будет? Он будет... Когда у нас вот эта самая очная ставка следственного действия проведётся, он должен задавать правильные вопросы. Есть ещё такая очень сложный момент. Он должен задавать вопросы правильные, чтобы зафиксировать применение в отношении... Чтобы доказать, он ещё должен доказывать. Он не знает, что он думает... Многие думают, что это будет делать следователь. Да, тот же самый. А следователь задаст эти вопросы необходимые, правильно сформулированные, чётко сформулированные вопросы для того, чтобы доказать, что то или иное лицо, соответственно, применяло пытки в отношении потерпевшего, жертвы пыток, да, это же надо, а для этого нужна помощь, опять же, возвращаемся к тому самому адвокату, профессиональному лицу, профессиональный адвокат, который будет это делать, защитник, который сможет это сделать. Опять же, не у всех такой же опыт, участие по делам, не у всех адвокатов есть такой практический опыт, чтобы правильно во времени, в пространстве как-то вот среагировать, а это же всё, следственные действия, это всё делается очень быстро, вот очная ставка идёт, вопросы, вопросы, ответы, вопросы, ответы, ты должен всё это время реагировать, он должен успевать реагировать, правильно реагировать, правильно ставить вопрос, формулировать, как-то на незаконные действия вот этого, я не знаю, там, подозреваемого лица, да, Соответственно, как-то отреагирует, тоже верно, чтобы это всё повлияло на доказывание, на процедуру доказывания совершённых преступлений. А это очень сложно. Я даже не представляю, как это тяжело. Это очень тяжело, чрезвычайно тяжело. Это нужен и опыт, и знание. Я не знаю, что характер нужен. Характер нужен какой-то. Это, я не знаю, сочувствие должно быть какое-то к этому человеку. Надо думать об этом человеку, твой подзащитный лицо, которому тебе доверилось, доверитель твой. То есть при таких обстоятельствах вообще это так тяжело. И я бы хотел ещё напомнить, что дела о пытках, дела по пыткам очень... Во-первых, сама категория дел, эти уголовные дела по пыткам очень тяжело доказываются, очень трудно доказуемые, трудно. И очень маленький процент уголовных дел доходит до суда. А ещё и ещё меньше до осуждения подозреваемого лица. А ещё сама по себе, сама статья вообще, она меня ещё чем поражает? Тем, что небольшая ответственность, не такая суровая, конечно, как хотелось бы, за причинение физических, психических, психологических сторонаний жертв и пыток. То есть вообще, даже до пяти лет, до семи лет лишение свободы. И то ещё не факт, что он ещё и будет сидеть вообще. То самое должностное лицо, которое пытало жертву пыток, соответственно. Ещё не факт, что он будет сидеть. Ну вот знаете, для меня это в какой-то степени объяснение, почему они так себя ведут, зная вот эту всю процедуру тяжелейшую и практически невыполнимую для тех людей, которые прошли через пытки. И они понимают свою безнаказанность. Конечно, конечно. В этой ситуации, конечно, хотелось бы вернуться к моим коллегам, адвокатам, правозащитникам. Есть правозащитники, есть адвокаты, которые готовы помогать, конечно же, да, на местах они готовы выезжать и так далее. Но опять же, я не могу им всем сказать, обратиться, допустим, сказать, давайте все бесплатно помогите этим людям, да, бесплатно и так далее. Потому что мы живём в современном, как бы, в нашей реальности, в которой кому-то говорить что-то, делать бесплатно. С моей стороны, лично с моей, я считаю, я не имею права кому-то говорить, на кого-то работать бесплатно, безвозмездно, да, отрабатывать. Потому что эта работа, во-первых, действительно очень сложная, тяжёлая, трудная и психологически, и вообще всё это, в этом участвовать не все, наверное, смогут и не все захотят, соответственно. Поэтому я бы думаю, я думаю, полагал бы, что надо как-то вот... Существует у нас вот уже коалиция Казахстана против пыток. В России вообще просто огромное количество вот этих общественных объединений, организаций, которые занимаются реабилитацией жертв пыток. И психологической реабилитацией, и физической реабилитацией, вообще всевозможной реабилитацией. Их просто огромное количество. У нас, я просто... У нас их немного. Они у нас есть, но их у нас очень мало. Очень мало. И вот что-то с этим надо делать. Потому что наши люди, основные наши людей вообще очень далёкие. очень далекие от того, с чем мы сталкиваемся, адвокаты постоянно. Они очень далекие, они думают, а это все в каком-то чужом, в другом мире, в другой реальности. Вообще их не касается. Ой, нет, это, к сожалению, все у нас. Да, у нас. Надо с этим что-то делать, надо как-то подумать, чтобы что-то организовать и материальную помощь для этих людей и для оплаты адвокатов. Буржан, к сожалению, остается мало времени Скажите, пожалуйста, опять, я, как обычно, пытаюсь закончить свой эфир какой-нибудь маленькой надеждой, да, вот я прошу своих собеседников дать какой-то повод для хотя бы маленькой надежды. Скажите, пожалуйста, есть шанс, что эти люди будут наказаны? Я имею в виду вот те полицейские, которые сейчас просто... Я даже не знаю, какое определение этому найти. Я могу это назвать только садизмом. Ну, есть даже... Чуть-чуть есть... Проводились всевозможные эксперименты, которые связаны вот с таким отношением людей, отношением людей друг к другу, в которых было доказано, что среднестатистический человек, любой по всему земному шару, способен совершать подобные действия. Это зверские в отношении других людей, себе подобных. Они это делают и делают, как выяснилось, ну, согласно заключениям этих экспериментов, они это делают с удовольствием, наши люди. Ну, в смысле, не только, но вообще люди, в принципе, по всему земному шару. То есть быть злодеем, совершать подобные действия, это как бы не является чем-то сверхъестественным для любого человека, согласно этих данным, этих экспериментов. Относительно того, что касается... Я не могу сказать про все уголовные дела по пыткам, да, я конкретно могу сказать по делу о пытках в отношении Азамата, да, я могу сказать, что лично я сделаю всё возможное для того, чтобы лица, которые причинили ему ущерб его здоровью, физически, психически, психологически, они будут привлечены к уголовной ответственности. Для этого я сделаю всё, что от меня зависит. Но хотелось бы, чтобы это делали, не только я это делал, да, допустим. Есть же другие же жертвы пыток. Вот этим жертвам пыток тоже нужна помощь. И эта помощь должна быть полноценная, надлежащая, ответственная, потому что всегда стоит речь о том, что человек должен относиться ответственно, осознанно. Люди должны понимать, вот отношение друг к другу в этой связи, оно должно быть осознанным, что надо помогать друг другу в этой ситуации. А не просто, вот я знаю, что у нас сейчас, к сожалению, я очень часто сталкиваюсь с равнодушием людей, очень много равнодушия. Ой, да, мы совсем не любим друг друга, да. Абсолютно. И вот эта токсичная атмосфера, токсичная обстановка, она тоже сказывается на этих людях. Мы не зря же в нашей стране, я часто вот это вижу в средствах массовой информации о том, что в Казахстане мы какое-то там место занимаем по количеству самоубийств, суицидов, очень огромное количество, как среди взрослого населения, так и среди детей, подростков. У нас есть подростковые суициды, которые носят просто огромное количество суицидов. И это тоже неспроста, потому что вот эта обстановка, токсичная, токсичная психологическая обстановка, она в любом случае накладывается отпечаткой. А ещё и вот это теперь ещё накладывается. Поэтому жертвы пыток, то, что он выжил после пыток, это ещё совсем не значит, что он в дальнейшем будет ещё жить полноценной качественности. Это не конец, да. Конечно. Об этом надо помнить всем. И тем, кто вот, не знаю, смотрит эфир, не смотрит эфир, да, и так далее. Всем надо знать об этом. Что надо быть людьми в первую очередь, да, относиться друг к другу по-человечески. Ну, это опять же, это всё. Это у нас уже звучит как-то смешно, когда ты такие вещи говоришь, пафосные, да, всем смешно у нас. Хотя это должно быть нормой. Это должно быть нормой, естественно, естественно. Но у нас это смешно. Буржан, ещё последний вопрос. Вот огласка вот этих случаев, как с Азаматом Батербаевым, она помогает? Она всегда помогает. Единственное, что, вот я считаю, единственное, что может помочь любому, любым жертвам пыток, да, если они есть, то только огласка. Единственное, что помогает, это огласка. Даже надо просто делать всё возможное для того, чтобы просто сообщить всему миру о том, что он, ты являешься жертвой. Это необходимо делать просто в самую первую очередь, просто сразу же, не ждать ничего. Фиксировать вот эти травмы, физические, психологические тоже надо фиксировать, в любом случае, да. Фиксировать на фото, видео, там, обращаться к врачам, травмпункт, приёмный покой больницы, любой, да, это всё делать и сразу же предавать огласки. Предавать сразу же, немедленно, ничего не ждать. В любом случае будет реакция, в любом случае. И надо добиваться. Не бояться. Чего бояться? Ты уже жертва. Я не знаю, что ещё надо сделать, чтобы сообщить о своей, о том, что это же его боль же, это его боль, не только физическая боль, но и душевная боль. Соответственно, надо что-то с этим делать. А у нас вообще, я просто поражаюсь с равнодушием. Я просто этому равнодушию, мне просто нет слов. Это какой-то сюрреализм какой-то. Это правда. Вот такое общество, в котором мы живём. Абсолютно, я не знаю, нет слов, которым можно это всё описать. Нет слов. Спасибо большое, Бауржан. Столь поздний час. Спасибо. Да, всё так подробно рассказали. Я надеюсь, что нас услышат все, кого коснулась эта беда и воспользуются теми советами, которые дал Бауржан. Бауржан, спасибо вам за работу. Удачи. Я надеюсь, что Азамат скоро будет на свободе. Да дай бог, дай бог. Спасибо вам. Удачи. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.